Добрый день! Это программа Балтия, наш тележурнал о жизни в Литве, Латвии и Эстонии. Тема этого выпуска мы сформулировали несколько странно. Общественный транспорт в Балтийских республиках. Но это не про трамваи, автобусы или троллейбусы. На самом деле на наших глазах совершилась настоящая транспортная революция, а мы ее даже не заметили. Но вот сегодня есть шанс внимательно приглядеться к новой реальности. С вами в Рижке студии Евгений Эрлих. В этом выпуске. Карету мне карету или где у него кнопка? Как жители латвийской столицы осваивают новые технологии перемещения в пространстве? Погода нужна. Главное, чтобы снега не было и дождя. Последний троллейбус по улицам Чи. Каким будет город будущего без троллейбусов и трамваев? Экспертная оценка. Я думаю, что у моего бизнеса есть будущее. Люди здоровее, на дорогах меньше машин. Еще лет 10-15 назад школьную задачку «Как добраться из пункта А в пункт Б» жители балтийских городов решили для себя очень просто. По старинке. Идешь на остановку, ждешь автобуса, платишь кондуктору, едешь. Сегодня за транспортную логистику отвечает гаджет. А дальше каждый выбирает по себе. Дорожный роман от Марии Кобузевой. Каждое утро Дмитрий решает один и тот же транспортный вопрос. Ему от дома до работы всего-то 3 километра. Расстояние, которое дает возможность выбора. Можно пешком, можно на собственном авто или на такси или же на общественном транспорте, в конце концов. Или вот еще вариант – электросамокат. Транспорт электрический – это как бы будущее, я так думаю. Может быть, все так считают или многие, но вещь очень хорошая. Экономится время, в пробках не стоим. Все красиво, все быстренько, четко, настроение улучшается. Самокат родом из детства, теперь вполне взрослый аппарат. Дмитрий долго приглядывался и выбрал себе настоящий болид в мире самокатов, способный разгоняться аж до 60 километров в час. Явные преимущества перед автомобилем – он маленький, юркий, недорогой в обслуживании, не требует места на парковке. При случае его можно сложить в сумку и таскать с собой. Почти машина в кармане. Погода нужна, главное, чтобы снега не было и дождя. Дождь просто неприятно ехать. Еще недавно электросамокат был экзотикой, но за последние 3-4 года в Риге случился настоящий самокатный бум. Нынче это модный гаджет для всех возрастов. Особенно популярен он среди подростков. Причем покупать его не обязательно, можно просто взять на прокат. Эдгар и Алексей на арендованных электросамокатах обычно возвращаются домой с ночной смены. И это правда. Электросамокаты теперь на каждом углу. На рынке шеринга, то есть краткосрочной аренды, идет жесткая конкуренция. Латвийская IT-компания Atom Mobility – один из игроков на этом рынке. Она разрабатывает программы шеринга для самых разных видов транспорта. Модель должна быть универсальна для всех городов мира. А тестируют свою платформу латвийские айтишники дома, в Риге, на собственном парке электросамокатов. Рынок микромобильности как таковой сильно развивался, до сих пор еще развивается, растет 30-40% в год. Наша команда как раз хотела заниматься чем-то в рынке микромобильности. Так и зародилась идея. Начали делать платформу для шеринга. Начали со скутеров, самокатов. Первый сезон, когда мы запустились спрос превышал наши возможности несколько раз. Особенность шеринг-бизнеса в его пунктуальности. Вся техника должна быть в исправном состоянии, а любую поломку надо устранить в кратчайший период. Каждый вечер дежурные машины собирают свои самокаты по всему городу и отвозят на обслуживание к механику Игорю. Работы у того не в проворот. Время от времени рижане проверяют самокаты на прочность. Колеса, подкрыльники, задние подкрыльники, трекеры. Народ у нас любит скручивать. То есть бывает, что на заборе висит, бывает, что на крышу закинут, там, сарая, там, или подъезда. Просто закинуть, там, в Даугово, например, да, самокат. Есть, которые просто переехала машина, уехала, там, разломала все. Там зарядка. Тут, значит, заряжаются ночью самокаты, утром они выезжают на улицу. По шкале эволюции от электрического самоката до электромопеда ровно один шаг. Но Риге на этот шаг понадобилось три года. Первые скутеры для массового пользования появились здесь только весной 2020-го. Это новый сервис от латвийской компании «Скок Шеринг». Мы поняли, что такой услуги в Латвии нет, и она нужна. Это удобно, дешево и экологично. Рига перегружена транспортом, а на мопеде можно быстро и удобно доехать до любого места назначения. Скутер, в отличие от самоката, транспорт для взрослых, от 18 и старше. При регистрации обязательно наличие водительских прав. Пока что бизнес «Скок Шеринга» выглядит как большой эксперимент. К скутерам на прокат народ только присматривается. Режанин Мартинш отреагировал на мопед больше из любопытства. Решил погонять на нем в свой выходной. С друзьями договорились встретиться в городе. Было поблизости этот мотороллер, поэтому и взял. А почему не такси, не трамвай? Не знаю, так интереснее. У меня свой скутер нет, поэтому хотел попробовать. Скутеры и самокаты, а еще и каршеринг, краткосрочная аренда автомобилей – это все элементы того, что сегодня можно обозначить как транспортная революция 21 века. Личная машина теперь выглядит как анахронизм. А начиналась революция тихо, без фанфар. С того момента, когда голландцы еще в середине 60-х годов прошлого века, придумали байкшеринг – прокат велосипедов. Именно велосипеды стали двигателем городского прогресса. До Латвии западная мода на байкшеринг докатилась к концу 80-х, еще в СССР. Тогда же в республике появилась и первая велодорожка, соединившая Ригу и город-курорт Юрмалу. Электрички – самый народный вид общественного транспорта – в туристический сезон попросту не справлялись с перевозкой пассажиров, а велосипед выглядел как вполне доступная альтернатива. Там всегда полно народу, тесно, неуютно. Рабочий класс едет. Рабочий класс я уважаю, но, естественно, у каждого свои заводские запахи. Поэтому я подумал, что бы еще сделать. Говорил, железная дорога, чтобы чаще электрички шли. Говорит, не можем, потому что будет аварийность на дороге большая. Ну, понятно, я думаю. Вот хорошо бы сделать так, чтобы можно было параллельно железной дороге ехать на велосипеде. Характерно, что родоначальником байкшеринга в Латвии, а возможно и во всем СССР, стал Альфред Рубикс, последний глава Латвийской компартии. Теперь он вспоминает, что идея пришла сама собой. Как-то ненароком он заметил велосипедиста, который ехал по асфальтированной дороге с удочкой за спиной в сторону моря. И тут его осенило. Надо построить специальную велодорожку до Юрмалы, но так, чтобы воспользоваться ей мог любой желающий. А для этого необходимо организовать и прокат велосипедов. На обеих концах велодорожки были предусмотрены пункты проката велосипедов. То есть, если своего велосипеда нет, а тогда не очень это было развито, в этих пунктах можно было сносно и совершенно цене получить велосипед, приехать и там, знаете, дальше идти пешком гулять по лесу, переплывать реку и отдыхать. Но по-настоящему велосипедным городом Рига стала уже в 21 веке, когда местные власти внесли велодорожки в план развития латвийской столицы и начали, соответственно, перестраивать улицы. Однако процесс этот, признают чиновники, движется с трудом. Бюрократии много, а денег мало. Сейчас мы ищем более дешевые и простые варианты. Это временные велодорожки. По уму надо делать так. Когда меняется дорожное покрытие, нужно изменить организацию движения. Сменили покрытие и посредством маркировки дорожных знаков мы делаем улицу более удобной для велосипедистов. Надо поднимать перекрестки, что автоматически сократит скорость автомобилей до 30 км в час. Так улица будет удобной для всех. Все познается в сравнении. Рижанин Андрей много лет жил и работал в Стокгольме. Велосипед стал его основным средством передвижения. Настолько удобно был продуман город. Не изменил он своей скандинавской привычке и в Риге, когда вернулся домой. Андрей по-прежнему гоняет на работу на велике. Но каждый раз это испытание и экстрим. Рижские велодорожки местами переходят в проезжую часть, местами в пешеходные тротуары. Например, за свою дочку я бы переживал, если бы она поехала кататься в городе одна. Но я не считаю, что надо копировать какую-то страну. Ни Голландию, ни Данию, ни Швецию. Потому что Рига – это Рига. У Риги свой план. Его строили по своему плану. Копенгаген свой липо и другие датские, например, года. У них свой план. Не считая, что надо копировать, надо искать что-то свое. Что свое? Ну, мы начинаем с нуля, можно сказать. У нас, да, может быть, чуть-чуть выше нуля. У нас ничего нет. У нас есть тротуары, которые используют все. И кто посмелее, тот по дороге. Начинать? Не знаю, у меня нет ответа. Я даже, честно, не знаю, с чего начинать. И тем не менее, Рига – все равно город велосипедов. Настолько они здесь популярны. И транспортная революция в Латвии началась именно с байкшеринга, который в августе 2013 года рискнула запустить международная компания «Сикст». Но спустя семь лет мировой концерн по прокату автомобилей отказался от рижских велосипедов. Бизнес выкупил Марсис Блумбергс. Теперь он глава латвийского отделения платформы «Некстбайк». Я думаю, что у моего бизнеса есть будущее. Аренда велосипедов – это своего рода социальное предпринимательство. Люди здоровее на дорогах, меньше машин. Я получил грант от самоуправления Риги. Городу понравилась идея. Я считаю, что эта сфера имеет перспективы именно при поддержке города, который должен быть заинтересован в том, чтобы разгрузить улицы. Марсис Блумбергс не стал изобретать велосипед. В его бизнесе, чтобы не проиграть конкурентам, главное – быстрее крутить педали. Особенно сейчас, когда по велодорожкам Риги уже гоняют электросамокаты и скутеры. Рядовой потребитель в растерянности. Сегодня предложение явно превышает спрос. Революция свершилась прямо на наших глазах. Осталось только выяснить опытным путем, какой вид транспорта выгоднее. Я сейчас нахожусь в Пурцемсе, одном из самых густонаселенных спальных районов Риги. Большое количество жителей каждое утро едут на работу в центр города. Я решила провести эксперимент. Взять здесь, в этом микрорайоне, в аренду самокат, велосипед, мопед. Я первым проведу эксперимент с велосипедом. Для этого мне нужен мобильный телефон, в котором уже установлено и скачано приложение. И работает все очень просто. Нужно просто поднести, сосканировать этот код. И он разблокируется, и я могу ехать. Чтобы ехать на велосипеде, права не нужны. Это и хорошо, и плохо. Часто пешеходы жалуются, что велосипедисты попросту не знают правил. Правда, мне реально страшно. Я никогда в жизни на велосипеде вот так по дороге не ехала. Мамочки! Страшно это, конечно, субъективно. Я привыкла ездить по Риге на машине. На велосипеде, если не знаешь маршрута, намного сложнее. По правилам, если есть велодорожка, ехать надо по ней. Если нет, тогда можно по тротуару, но осторожно. А можно и по проезжей части, если уверен в себе. Кстати, в Риге общая протяженность велодорожек порядка 70 километров. Это немного. Так что велосипедист время от времени все равно вынужден соскакивать на трассу. Я сейчас еду по специально оборудованной велодорожке. По этой улице ездят трамваи, машины. На велосипеде здесь все отлично, прекрасно. Я еду, как бы, ну знаю, что это вот моя часть дороги. Вот мы и приехали. Итог. Поездка по данному маршруту на велосипеде занялась 16 минут. Прокат обошелся в 1 евро 29 центов. Я продолжаю свой эксперимент. И сейчас я поеду на электромопеде. Если честно, я очень боюсь, потому что никогда в жизни этого не делала. Чтобы взять его в аренду, нужно скачать приложение, сфотографировать свои водительские права, потому что без B-категории на нем ездить нельзя. Нажимаешь кнопку старт, и он начинает работать. Он тебе открывается. Здесь внутри каски. Мы стартанули. Мне, честно, очень-очень страшно. Очень-очень чувствительный газ. Буквально там чуть резко на себя, на, ну, сделаешь, и он рвет с места. А вместе с ним и душа в пятке. Сейчас мы едем со скоростью 30 км в час, а максимально он развивает 45. Ну, я скажу, что я бы, наверное, еще раз взяла бы в аренду такую штуковину. Мне кажется, интересно. Кстати, он хорошо амортизирует достаточно на ямах. Ну, мне уже хочется газку подать чуть-чуть. Давай побыстрее. Мне уже понравилось. Я ехала сравнительно медленно по причине неопытности. Время в пути – 14 минут. Потратила 2 евро 60 центов. Вдвое больше, чем на велосипеде. Здравствуй, велосипед! Если вы едете на свидание или на собеседование, то, наверное, мопед – это не тот вид транспорта. Потому что, посмотрите, что с моими волосами. И там с кичкой какой-нибудь точно не прокатишься. Мопед, как и велосипед, можно оставить просто в городе. Если вы выберете неправильное место для парковки, приложение начнет возмущаться и не позволит завершить поездку. В моем случае место парковки оказалось разрешенным. И снова мы в Пурции. И в этот раз я поеду не на велосипеде, не на мопеде, а на электросамокате. Посмотрим, как это работает. В аренду взять его элементарно просто. Сосканировал код и вперед. Кнопка старт, тормоз. И в инструкции, ну, в приложении написано, что нужно два раза оттолкнуться. И покатился. Перед началом эксперимента я искала правила для самоката. Спрашивала у знакомых, можно ли ехать на нем по проезжей части, нужен ли шлем. Но никто ничего не знает. Мы обратились в Министерство транспорта. Выяснилось, что никаких правил для электросамокатов в Латвии нет. Бери и катись. Ощущение нестабильности. То есть, если на велосипеде я знаю, как там быть с ямами. На мопеде он такой, очень хорошая амортизация у него. То в этом случае в яму мне попасть на этой штуковине страшно. Я боюсь. Но это очень субъективно. Другие, я думаю, гоняют и получают огромное удовольствие. Никто не падает. Прокатные самокаты развивают скорость до 25 км в час. И это проблема для пешеходов. В движении таким снарядом вполне можно нанести серьезную травму. Причем виновник ДТП, водитель самоката, по нынешним законам не виновен. Нет пока просто никаких законов. Власти обещают срочно исправить ситуацию. Пока же вся надежда на аккуратность самокатчиков. Ну что, 15 минут и 2.25 в евро. Вывод. В цене выиграл велосипед. В удобстве электротехника. Все остальное индивидуально. В этом новом мире человек должен решить для себя все ту же старую проблему. Проблему выбора. Мария Кобузева, Игорь Никитенков, Балтия. На связи с нашей студией Игорь Кабашкин, член-корреспондент Латвийской академии наук и профессор Рижского института транспорта и связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот как выглядел общественный транспорт еще каких-то лет 10-15 назад? Автобусы, троллейбусы, трамваи, электрички, маршрутные такси, обычные такси. А сейчас вот плюсом ко всему этому каршеринг, общественные велосипеды, электросамокаты, скутеры и новая дорожная инфраструктура. Вы согласны, что все эти изменения можно определить как транспортная революция или нет? Ну, я бы сказал, что это смена определенной парадигмы, потому что сегодня шеринг, вот это распределенная виды экономики, мобильности, они сегодня начинают доминировать. Причем они вытесняют даже классический общественный транспорт, а в перспективе, и это, наверное, основная тенденция, которая нас ждет в ближайшие, по крайней мере, 10-15 лет, это приход на смену традиционному транспорту, автомобильному транспорту, общественному транспорту, автономных транспортных средств. Это достаточно ожидаемое явление, и говорят, что примерно через 10-12 лет, по разным прогнозам, наступит так называемая точка кодека, когда примерно половина автомобилей уже будут иметь такую возможность, а половина водителей будет выбирать этот сервис вместо традиционного управления транспортными средствами. Ну вот сейчас в Таллине как раз активно экспериментируют с беспилотным автобусом, а в мире уже есть реально работающие беспилотные такси. Вам тоже кажется, что роботы в ближайшем будущем действительно вытеснят человека? Это безусловно, это не эксперимент. Практически все ведущие автокомпании, они имеют уже различный уровень автоматизации. Вообще уже существуют стандарты на такого типа транспортные средства, и существует пять классов автоматизации. Сегодня мы где-то работаем на уровне третьего-четвертого класса. Автобусы, троллейбусы, трамваи останутся? Если мы говорим на 15-20 лет вперед, я практически уверен, что их не будет в том виде, в каком мы их привыкли видеть, потому что это очень неудобный вид транспорта с точки зрения жителей. Он очень неэффективен, в том числе с точки зрения экологии, загруженности линий. Как я предполагаю, и те тренды, которые сегодня описываются, что он будет существенно видоизменен. Я говорю, это модульные конструкции, которые будут собираться в такие условные поезда, автономные. Значит, они будут перераспределяться, отделяться в процессе движения, будут пассажирам подсказывать, как переходить из одного модуля в другой. Если вы едете на достаточно дальние расстояния, и, безусловно, они будут занимать намного меньше места, экологически, чистые, бесшумные. И они вытеснят существующий автономный транспорт, безусловно. Какова картина будущего города с точки зрения транспорта? Что бы мы увидели лет через сто, если бы там оказались? Ну, с моей точки зрения, конечно, никаких воздушных особых средств не будет, потому что мы видим, как на Земле трудно разойтись в воздухе, еще сложнее будет это сделать, и даже проблемы с дронами сегодня возникают в этой связи. Но с точки зрения транспорта, безусловно, будет переходить на индивидуализированный, условно говоря, общественный или вот шеринг, распределенный транспорт, где каждый может выбирать для себя удобное мобильное средство, заказывать его в любую точку, в которую ему надо. Будут комбинировать эти транспортные средства, будут они разные, и сегодня мы уже эти примеры видим, индивидуальные и групповые на 2, 3, 4 места, на 6. Ну, и те средства, которые сегодня у нас стоят на тротуарах, это и самокаты, то, что называется микромобилити, и различные другие новые появляющиеся транспортные средства, которые дадут индивидуальную возможность перемещаться туда, куда нам надо. Все эти чудеса, по-вашему, случатся уже при нашей жизни или достанутся потомкам? Они уже есть. Все зависит от сообразительности, способности, ума тех, кто управляет городом, кто создает эти города будущего. Потому что уже есть много городов, которые реально работают совершенно в новой экосреде, в гармонии с потребностями человека, в передвижении, в движении, мобильности. Как раз опять-таки карантин нам показал, что реально мы можем многие вещи делать совершенно по-другому. Надо просто, так сказать, переключить определенную парадигму в нашей голове. Это приведет к новым возможностям и совершенно к другой среде, в которой будут расти наши дети и внуки. Это был Игорь Кабашкин, член-корреспондент Латвийской академии наук. Спасибо за это интервью. Всего доброго, до свидания. Чем наш мир отличается от того, который был еще вчера? Скоростью. Человечество научилось с невероятной скоростью передвигаться как виртуально, так и физически. Наши люди теперь в булочную ездят и на такси, и на скутерах. Это была программа «Балтия». Последний выпуск этого сезона. Спасибо, что вы были с нами. Встретимся после каникул на телеканале «Настоящее время». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok